Сегодня стало известно имя человека, которому вместе с экипажем удалось невозможное. Посадить самолет без навигации, связи и почти без топлива. Она не приспособлена для этого аэродром. Командир воздушного судна Евгений Новоселов, именно в его руках, причем в буквальном смысле, были жизни всех, кто оказался накануне на борту аварийного Ту-154. Эту посадку сейчас в деталях изучают эксперты и уже преподают будущим пилотам. Для зрителей Первого канала ее попытались воссоздать в учебно-тренировочном центре столичного аэропорта Внуково. Оттуда репортаж Татьяны Титовой. Это похоже на сцену из фильма об авиакатастрофе. В один момент резко гаснут все лампочки и табло, стрелки на приборах резко падают вниз. Это отключила система электроснабжения, вместе с ней перестали работать и топливные насосы. Пилоты переходят в ручной режим и при этом понимают, что у них осталось горючего на полчаса. За это время им надо выбрать место для посадки, и из всех помощников у них только собственное зрение. И это происходит не на киноэкране, а в реальности, в небе над республикой Коми. То, что было дальше, теперь называют или чудом, или героизмом. Экипаж Ту-154, выполнявший рейс из Полярного в Москву, нашел в глухой таге бывший военный аэродром. И достаточно мягко посадил самолет. Делали все вручную, с гордостью рассказывают коллеги. Экипаж видел визуально землю и в разрывах облачности. И поэтому ориентироваться по видимым частям самолета относительно горизонта можно было. Что они и делали. На высоте 2700 метров у них загорелись, это было минимальный остаток топлива. А так как экипаж не знал своего местонахождения, пока он снижался, и в какой стороне находится ближайший аэродром, они приняли решение подыскивать площадку для производства экстренной посадки. Ту-154 выехал за взлетно-посадочную полосу, прорубив среди молодых сосен 200-метровую просеку. И остановился в болоте. И только в этот момент пассажиры почувствовали, какая серьезная опасность им грозила. До этого они, конечно, понимали, что полет пошел не так, но паники не было. Вин допустили бортпроводники. Это наша работа, мы ее выполнили хорошо, надеюсь. Я по звуку просто услышал, что самолет начал как-то по-другому себя вести. Я понял, что что-то какой-то, что-то произойдет в слухах. Действительно, потом, когда начал экипаж бегать, предупрежая, что пристегнулись. Ну, молодцы, экипаж вообще четко. Что стюардессы, что экипаж, они четко все организованы, там, это действие делали. Вообще молодцы. Нам сообщили, пристегни здесь, экстренная посадка. Общили, как обращаться. Показали, где здесь, согнулись, приземлились, непонятно где. Эти места командиру экипажа Новоселова были знакомы. Говорят, что несколько лет назад он проходил здесь стажировку. Найти взлетную полосу, которой на карте уже нет, помогла хорошая видимость. На дух той борт летел засветло и в хорошую по авиационным меркам погоду. С погодой им повезло. Видимость была хорошая, более 20 километров, а явление погоды не отмечалось. К метеоусловиям добавилась еще и слаженность действий команды. Слетанность, как говорят сами пилоты. Вот уж действительно, понимают друг друга с полуслова, рассказывают коллеги. Экипаж Новоселова настоящая команда. Причем не только в небе, но и на земле. Замечательные люди и замечательные традиции. Каждый год мы отмечаем день рождения вот этого московского звена, потому что основная кампания находится в городе Мирном. На Новый год собираемся, отмечаем каждый год. Этот экипаж запомнили и в учебно-тренировочном центре. Именно здесь, в апреле, их в очередной раз учили, как действовать в аварийных ситуациях. Уже тогда, а особенно теперь, стало понятно, что экипаж Новоселова усвоил урок на отлично. Экипаж Новоселова тренировался у нас. О чем говорит запись в журнале. Мы готовим журнал и отмечаем. Вот они у нас были 26-го, 4-го. Вот налетали 4 часа, в оценке 5 имеют. И 28-го, 4-го, 2 часа. Это согласно ИКАО. Мы проводим тренировку с нами. И получили отличный оценок. То есть в фагистии они подготовлены были на тренажуре для особого случая подготовки. Если полгода назад летчики штудировали инструкции и учебники, то теперь сами попадают на их страницы. Студентам-авиаторам про них уже рассказывают на лекциях, даже за границей. Вот здесь решение этой проблемы практическое. И виден результат. Видно, что пилоты приняли оптимальное решение, грамотное. Им немножко повезло. И вот это результат. То есть это хороший учебный материал для нашей подготовки. Случай над Ижмой профессора и эксперты называют беспрецедентным. И пилотов, спасших 72 пассажира, 7 членов экипажа и сам самолет образцом профессионализма в высшей степени. Татьяна Титова, Рада Зейналова, Галина Филоненко, Александр Грицан и Олег Никифоров. Первый канал.